Итак, всем привет! За новым видеороликом я буду собирать модель самолета ГОД-229 Найт-Ягер, модель от компании Dragon, модель в 48 масштабе. Эта модель буду собирать тоже в рамках грудбилда на форуме Best Models. Грудбилд называется X-Plane, то есть самолеты серии X, прототипы и прочее. Так, такая вот коробочка. Как видите, из названий и иллюстрации это ночник. Так, сделаю небольшой обзорчик и начну уже сборку. Сборку буду делать по узлам. Сейчас посмотрим, как по инструкции. Думаю, можно сейчас собрать частично кабину, склеить половинки крельев, стойки шасси. Далее это все будет загрунтовано и уже покрашено. Думаю, два-три видео будет до полной сборки модели. Сборку модели Yuki Katsu я не забросил, потихоньку собираю. Сейчас закуплю грунтовку, шпатлевку, чтобы более так аккуратно довести корпус. И скоро будет новое видео у меня на канале. Итак, приступим к кратенькому обзорчику. Итак, как видите, декали здесь слегка использовал. Как упомним, не надо было его артикул, номер использовать. Так, буквы порезаны. Идет такая небольшая крохотная платка фотоотравления. Здесь идет антенна, приборная панель радиста и различные другие антенки. Сама декаль, имеются такие пунктирные линии, пластика, номер, так отложим в сторону. Инструкция, здесь есть фотография, собранные модели. Инструкция довольно большая, в смысле, все показано большими такими картинками, все ясно. В принципе, модель не освобоженная. Также здесь присутствуют такие вот ракеты. Собственно, как видите, 12 пунктов и дальше уже идет о покраске модели. Итак, переходим к просмотру пластика. Все детали были запакованы в отдельные пакеты. Я их сейчас отдельно за кадром вскрыл, дабы не шуршать здесь. Итак, здесь идет, видите, детали корпуса. Детали довольно-таки большие, носовая часть, детали рамы, внутренние детали кабины. Далее идут крылья, видите, крылья всего из двух половинок. Особой расширки здесь нету. Далее два одинаковых литника идет, здесь детали для ракет и детали для двигателя. Такой вот литник, здесь дальше идут какие-то элементы силового набора и детали шасси. Как видите, присутствуют довольно-таки крупные шасси. Носовая стойка будет и основное шасси, она уже поменьше. И отдельно в пакетике, я его скрывать не стал, идут прозрачные детали. В принципе, здесь все понятно. Здесь большой такой каплевидный фонарь и дальше различные детали. Это прицел, фары, боковые огни. Итак, сейчас я подготовлю детали, которые надо для первого и остальных этапов сборки модели и продолжу данный видеоролик. Итак, подготовил детали на три этапа. Приступим. Начнем с кресла кабельного пилота, не с кресла пилота. Кстати, тут сразу же пришлось подогнять, потому что штырек, на котором держится подушка, он был через чего длинный, я его слегка подрезал. Так что, есть уже вот такой первый небольшой косячок. Если исправляется это легко, но все же осадочек есть. Так, сразу же извиняюсь, если буду выпадать из кадра. Давно не клею модели, надо чуть-чуть приноровиться. Клей использую мистер Цемент с запахом. Лимона с ароматом. Он, в принципе, такой же, как Томея. Супер жидкий, но имеет такой вот приятный аромат лимона. Конечно, это вся химия, но все-таки такой приятненький бонус. Насколько знаю, у Томея сейчас есть тоже аналогичный клей. Тоже с ароматом, но им еще не пользовался. Ничего за него сказать не могу. На этом этапе здесь к этой раме надо было приклеить приборную панель оператора радиста. Но она дана из фототравления. У меня с собой сейчас особого суперклея нету. Это сделаю отдельно. Как видите, опять же та же ситуация. Довольно крупный посадочный штырь. И здесь совсем небольшое отверстие. Неглубокое. Сейчас чуть-чуть подрежу штырок, приклею подушку и продолжу видео. Приклеено и теперь приклеим упор для ног. Еще в данном самолете кресло пилота и оператора даны таки довольно замысловатыми. Но сам самолет интересен. Это начальник стеусов. Кому интересно можете почитать историю о прототипе. Именно версия ночника построена не было. А вот версия одноместного истребителя была почти полностью собрана, но захвачена американскими войсками. Далее вывезено за океан, там уже собрано. В книжке «Реативная авиация Люфтваффе» есть упоминание о этом истребителе, о его истории разработки. А также там идет в конце сравнение характеристик стеусов. Это F117 и F2, которые уже были современные. Так что по некоторым параметрам истребитель 45 года немецкий, назовем его на момент 45 года, он не сильно отличается от уже намного современнейших. Его потомках. И так дадим клею просохнуть. Так в инструкции не совсем было понятно в момент приклейки. Воздуха, вернее в выхлопных патруках двигателя. Ну вроде разобрался. Модель конечно не современная уже, довольно таки старая. Но при этом довольно интересная. Также есть версия у Dragon истребителя. Там она более богатая. И так как видите несколько этапов сборки мы уже сделали. И так далее. И так далее. На этом этапе я уже буду заканчивать данный видеоролик. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok